сезон сложился тяжелый результативный были нюансы были падения как без этого это технический вид спорта можно ожидать всего даже не от самого себя зависит от соперников от техники первый этап самый сложный и последний ну и и хочешь вернуть назад свой титул которого достоин ты чувствуешь что ты сильнее других спортсменов а 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 и и а Субтитры делал DimaTorzok 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 А летом они у меня всегда стоят здесь, как бы летом стараюсь к ним не подходить, потому что зиму наработаешься с ними, хочется отдохнуть, позаниматься мотокроссом, физической подготовкой такой более. Субтитры сделал DimaTorzok Получилось так, что в 2006 году вообще в мотокроссе участвовал на чемпионате России, там было такое, что покупали номера, приезжали, первые номера были заняты по местам прошлогодним, а остальные спортсмены, которые дальше идут уже после призовых, которые не выступали предыдущий сезон на чемпионате России, они приобретали номер, лицензию, получается, и номер. Вот, и я купил 106 как-то, и мне понравилось этим номером ездить с детства, можно сказать, садик был у меня 106, цифра 6 присутствует, там, дата рождения у меня там, вот так-то совпадение такое, что я уже со временем так собрал это все, подумал, вон, моя цифра, это мне нравится, просто везучая какая-то такая. С ноября месяца по марту вместе живем, как в одной семье, всегда на выезде, вместе все гостиницы, в одном номере все живем, всегда готовим там по очереди, кто там раньше встал, приготовит, завтра там еще что. Все дороги вместе, считаю, все эти расстояния по 3-4 тысячи километров вместе на автомобиле едем, но в основном папа рулят, он профессионал. Папа Дима очень интересный человек, мастер спорта по ралли, по кроссу на автомобилях, инженером, все знают, все расчеты, можешь все подсчитать, просчитать. То, что касается технических моментов, вилка, там, гидравлика, хорошо делает пластик, крылья на ледовом мотоцикла полностью, это его разработки. Сейчас весь мир пользуется этими вещами. История моего отца с автогонок. С 88-го уже начали ездить, 87-го я пришел на завод, через год мы открыли клуб на Курганский автобус на завод, и там начали, начали с маленьких, с карт, как обычно, со всех таких. Потом грузовой спорт был запрещен в России, открывали соревнования в Броницах, и вот мне дали, как первому чемпиону России, нести флаг. Первый чемпион России? Да. У меня звание есть, это мастер спорта Советского Союза, короче, и мастер спорта России, то есть первое мое произведение, оно здесь практически, от грузовиков осталось, колеса только, то, что есть, мосты остались, и рама, то, что нельзя было менять. Двигатель впереди, смещенный, к центру, ближе. Он, наверное, приехал. Пластиковые крылья уже я применил, алюминиевая обшивка. Все три брата, по сути, занимаются мотоспортом сейчас? Все, все, все у них, как, ну, они как хоббисты уже стали, уже непрофессиональные, раньше, да, они в Шадринске, когда ездили, они уже профессионально занимались. База там слабоватая в Шадринске, то есть для того, чтобы достигать каких-то результатов, вот мы с Сергеем купили мотоцикл, потому что они даже ездили, начинали вдвоем на одном мотоцикле. На высокий уровень тяжело выйти оттуда. И для того, чтобы даже ремонтировать, ну, не было таких финансов, просто финансирования не хватало. Мы домой ничего не покупали, даже не ремонт, ничего не делали. Сейчас вот заюдится, как заехали, мы так ездили, потому что я все, что было у меня, вкладывал только в них, максимально вкладывал. Неделю работает, чтобы нас в выходные на соревнованиях свозить, потом опять неделя работает. В пятницу уезжаем, ведь выходные проездим, приедем, ночью, утром на работу. И машины не делал. Результаты есть? Ну, приходилось, да, и ребята есть, конечно. Приходилось ремонтировать, покраской занимался, очень много красил машиной, осваивал там. В следующем этапе, через неделю в Казахстане, в Алма-Ате выступать тяжеловато, что я ездил с температурой, вот, была слабость такая, что я боролся не только со своими соперниками, а самим с собой. На каждый заезд я настраиваюсь все равно только на победу, на первое место мне, другие места уже, ну, неинтересно. Должна быть победа. Когда я сажусь уже на мотоцикл, подъезжаю к старту, я смотрю, думаю, траекторию смотрю. Где лед подизбился, где какие нюансы, где там, если не промерз, еще что-то. Подъехал, зафиксировался, подпрыгнул, забил мотоцикл, шип, чтобы воткнулся, чтобы для старта. Подвел сцепление, момент нашел, когда он начинает вот это вот только накатываться, дергет, строчку выбрал, и все, вот оно. Светофор загорелся, мы смотрим на светофор, также судья смотрит, у которого за спиной у нас размещен светофор. Загорелся светофор, тока гаснет. Второе место. В Алма-Ате моторы вообще слабые, они не развивают полную мощность, потому что не хватает кислорода, топливо плохо горит, бывает складывается гонка, как бы полегче все проходит. А где-то, если что-то не получается, ну очень напряженно думаешь, что поменять, что изменить. Не всегда получается угадать, как бы, то, что нужно сделать правильно. Ну да, на последний этап, конечно, нельзя было ошибаться тоже, допускать каких-то падений, ошибок перед последним этапом, перед тренировкой. Трю давал на ФИМ ТВ, как бы, и сказал, говорю, я настроен только на победу, мне нужна победа. Я сделал это в первый день, я выиграл все свои заезды, полуфинал и финал, набрал максимальное количество очков и увеличил еще отрыв. Точно, уже можно было не выезжать даже, стать чемпионом. Вот, и я чувствовал, что я на голову сильнее других соперников своих. Вот, и в финальном заезде ехал первым, остается последний поворот. Можно было просто осторожно, спокойно проехать, но я не привык так, что сбрасывать газ и докатываться. Но так же ехал на пределе максимальной скорости, вот, и старался наращивать такой отрыв. И вот последний поворот уже, может, подумал уже, все, я сделал это, вот, в голове уже все, вот, и у меня в середине последнего поворота переднее колесо выплывает, я падаю. Но уже это ничего не влияло так на титул, я уже стал чемпионом, все, ну, конечно, хотелось сделать. Даже с этим падением у меня больше всех очков получилось за этап, за последний. Мне помогли, Данил Иванов меня довез, он ехал четвертым, он остановился и сказал, «Давай я тебя довезу». Я первый раз так сел и доехал на мотоцикле, помахал болельщикам, ну, что поделать, значит, так должно было случиться. Да, это три золотых моих медали, это в первую очередь с личного чемпионата России, с командного чемпионата мира и с личного чемпионата мира. Вот, и в этом году, да, мне удалось второй раз взять титул чемпиона мира в личном зачете. Сезон вообще сложился тяжелый, ну, результативный, в первую очередь. Вот, это впервые в моей карьере я собрал полную копилку титулов, которые можно было соревнования выиграть, в которых я участвовал, я их выиграл. Сделал это вместе со своей командой, со своими спонсорами. Сделал это вместе со своей командой, со своей командой, со своей командой, со своей командой. Сделал это вместе со своей командой.